12 вещей, о которых нужно знать, если вы любите спать голышом. Многие любят спать, в чем мать родила, просто потому что им так комфортно. Но у сна без одежды есть как научно обоснованные преимущества, так и недостатки, о которых вы вряд ли подозревали. Кто бы мог подумать, что так можно сбросить вес? Прежде чем мы начнем, уделите секунду времени, и подпишитесь на наш канал, а также включите уведомления, чтобы всегда получать наши обновления. Номер один. Ваш сон глубже. Опрос среди полутора тысяч человек в возрасте от 25 до 55 лет из шести стран показал, что лишь 30% предпочитают спать без одежды, тогда как остальные остаются в нижнем белье или удобной пижаме. Одна из самых очевидных причин раздеваться – более глубокий сон. Ученые из Университета Амстердама обнаружили, что снижение температуры кожи улучшает качество сна и уменьшает количество раз, когда вы просыпаетесь среди ночи. Сон голышом позволяет охлаждать кожу без изменения температуры в спальне. Кроме того, пижама ограничивает движение. Если вы спите раздетым, не нужно бояться, что ночная сорочка неудобно перекрутиться, а больше комфорта означает более крепкий и глубокий сон. Номер два. Это полезно для кожи. Если вы не нудист, то ваша кожа целый день покрыта несколькими слоями одежды, так что раздеваясь на ночь, вы даете своему телу, особенно тем его частям, которые потеют больше других, например, ногам и половым органам, возможность подышать. Это помогает снизить риск кожных заболеваний, таких как стопоатлета, вызываемая опрелостью кожи. Кроме того, низкая температура во время сна замедляет старение. Это происходит благодаря мелатонину или гормону сна, который отвечает за предотвращение клеточной дегенерации. Номер три. Ваши волосы будут здоровыми и красивыми. Пот может серьезно навредить волосам. Высыхая, он оставляет много соли, которая накапливается на коже головы и раздражает ее. А плохое здоровье кожи делает волосы более уязвимыми и ломкими. Умеренные и pH-нейтральные шампуни и кондиционеры могут спасти ваши волосы, но оказывается сон без одежды тоже весьма эффективен в борьбе с их ломкостью. Если вы спите в прохладе, вы меньше потеете, а значит ваши волосы сильнее и здоровее. Номер четыре. Это полезно для половых органов. Женские гениталии могут стать мишенью для грибков и бактерий. Благодаря сну голышом эта область остается в прохладе, сухости и хорошо проветривается, снижая риск мочеполовых и грибковых инфекций. У мужчин тугое нижнее белье перегревает яички, что может повлиять на качество семени и репродуктивную функцию. Чтобы ваши половые органы оставались в безопасности, не спите в нижнем белье. Либо раздевайтесь полностью, либо забирайтесь в пижаму без трусов. Номер пять. Вы становитесь увереннее. Уверенность – ключ к успешной карьере и полноценной жизни в обществе. Сон без одежды помогает вам стать увереннее в себе. Ведь требуется смелость, чтобы находиться полностью раздетым даже в своем доме или при партнере. Многие люди, особенно женщины, стыдятся своего тела, даже если предполагаемые недостатки видят только они сами. Когда вы примете свое тело таким, какое оно есть, вы будете излучать уверенность в любой одежде. Это очень поможет вашей личной и профессиональной жизни. Да и в целом, нет ничего лучше любви к себе. Номер шесть. Вы сбросите лишний вес. Тот момент, которого все ждали. Сон без одежды помогает бороться с лишним весом. Нет, просто поспать и похудеть не получится. Но вот вместе с диетой и физическими упражнениями здоровый сон вполне способен помочь. Ученые из Национального института здоровья США выяснили, что сон в прохладе не только более глубокий и качественный, как мы упоминали ранее, но также активирует метаболизм и предотвращает развитие диабета. Уровень кортизола или гормон стресса также играет свою роль. Если вы перегреваетесь ночью, его уровень в крови не падает. Кроме того, совсем не вырабатывается гормон роста, отвечающий за обновление клеток. Поэтому организм паникует и предпочитает откладывать жир, а не сжигать его. Это может привести к набору веса, повышению тревожности и даже пробудить желание поесть фастфуд. Номер 7. Пары становятся счастливее В США провели одно весьма занимательное исследование, в ходе которого выяснилось, что из предпочитающих спать ногишом 57% говорят про счастливые взаимоотношения с партнером. Лишь 48% из тех, кто спит в пижамах, заявляют о том же. И речь не только об интимной жизни. Дело может быть в объятиях или во сне рядом. Самое главное – это телесный контакт, который провоцирует выброс окситоцина или гормона хорошего настроения. Окситоцин расслабляет и наполняет вас чувством тепла к любимому человеку. А это, в свою очередь, укрепляет физическую и эмоциональную связь между партнерами. Номер 8. Вы сэкономите деньги Самый практичный и неголословный пункт нашего списка. Удобная одежда для сна может стоить очень дорого, а более дешевые вещи легко рвутся и хуже по качеству. Избавьтесь от пижам вовсе и сбережете деньги вдобавок к остальным преимуществам, которые мы перечислили. Вам не стоит спать без одежды, если… Номер 9. Вы лунатин Если вы входите в те 3% людей, что страдают лунатизмом, не выбрасывайте свою пижаму. Известна масса случаев, когда у лунатиков возникали проблемы с соседями или даже полицией. Когда вы у себя дома, это еще куда не шло. Но если вы остановились в отеле и вышли прогуляться во сне без одежды, это доставит массу неудобств персоналу и другим гостям. А каково при этом самим лунатикам? Интересный факт. В одном авторитетном исследовании было доказано, что количество лунатиков растет. В общем, если у вас есть этот редкий, но стремительно распространяющийся недуг, не стоит забывать о пижаме. Номер 10. У вас чувствительная кожа Если ваша кожа очень чувствительная, сон без одежды не для вас. В этом случае пижама защищает вашу кожу от различных раздражителей. Открытая кожа может стать причиной таких проблем, как аллергия, кожное раздражение и астма вследствие пыли и клещей. Номер 11. Вы часто болеете Если вы легко простужаетесь, лучше не ложитесь спать без пижам. Для тех, кто живет в прохладном климате и не имеет хорошего отопления, это может стать проблемой. Ночью температура падает, поэтому важно не переохлаждаться. В противном случае вы можете проснуться на утро с простудой или гриппом. Номер 12. У вас тревожное расстройство Если вам некомфортно спать в неглиже или вы беспокоитесь, что в любой момент могут без стука зайти дети или партнер из-за этой тревоги здорового сна вам лучше не ждать. Прикупите себе хорошую пижаму, которая позволит коже дышать. И не забывайте, что крепкий ночной сон очень важен для вашего здоровья и благополучия. А вы предпочитаете спать раздетыми или в любимой пижаме? Пришла пора признаться в комментариях. А еще мы будем рады узнать ваши собственные советы о том, как лучше высыпаться. Если вам понравилось это видео, лайкните его и отправьте друзьям, чтобы они тоже узнали об удивительных свойствах сна голышов. Подпишитесь на наш канал и оставайтесь всегда на яркой стороне! Субтитры сделал DimaTorzok